Всем привет, с вами Краматал и передача Такое Кино. И поскольку на новый комп ставить муви с лень, то моим альтер-эго будет один из участников группы Машиними Криэйторс. Так, Никро не пойдет, у него акцент. Джек слишком тыква. Сэм Нортон идеально. Можно быть абсолютным циником, и тебя все равно все будут любить. Можно даже назвать фильм говном, и тебя все равно все будут любить. Итак, начинаем. Скажите, может ли по-вашему быть хорошим фильм, завязкой которого служат, что нескольким спецназовцам дали задание зачистить целый мегаполис? Автор Клоуз... Клоузит... Закрытые зоны пролог считает, что да. Особенно, если в городе будут зомби с хэткрабами и комбайны из Half-Life. Но давайте обо всем по порядку. Начинается фильм с того, что нам дважды повторяют о том, какая студия создала сие творение. А затем следует стандартная для зомби-муви завязка, которую можно уложить в 20 секунд. Первое. Мы ученые, работаем над опасным вирусом, у нас все под контролем. Второе. О нет, вирус вырвался на свободу, мы все умрем. Третье. Вирус быстро распространяется, и уже целый город охвачен эпидемией. Четвертое. Спецназ! Зачистка! Кровь! Впрочем, ответственные за хаос в городе генералы и политики, решают собрать еще одно подразделение, которому выделяют противогазы, джипы, БТРы, вертолеты, и дают им задание зачистить город не только от зомби-выживших, но и от первого подразделения, чтобы те не проболтались. А теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос, должен ли я дальше вообще рецензировать этот фильм? Но ведь это зомби-муви, ему не нужен сюжет, как не нужны и продуманные персонажи, и хорошие собственные диалоги, собственно. Ведь главное здесь, это экшон и писс-эффекты. Во-первых, мой юный друг, иди пересмотри классику Ромеро. А во-вторых, сюжет не нужен только откровенно трэшовому фильму. Закрытая зона же все время хочет показаться крутым, умным, интересным, стильным боевиком, и постоянно фейлит в попытках, когда надо сделать драматичнее и пафоснее. Билли, надо пробежаться к этой машине и обратно, но победитель не получает жизни. Я что, тебе легкотлет? Давай, вперед! Блять! Нет, 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 диалог должен был быть такой. Сейчас ты возьмешь и прыгнешь под пулеметную очередь. Но зачем, я не хочу. Это персонаж, который появляется в кадре на 10 секунд. А твоя смерть сделает фильм драматичнее. Отдельно повеселил главный антагонист, который настолько злодей, что... Впрочем, смотрите сами. Принесите кофе. И... Убилите тело. Сегодня я убил человека и заказал себе кофе. А завтра я завоюю мир и закажу себе чай. Кортич бы одобрил. Насчет диалогов, понятное дело, я распространяться не хочу. И так ясно, что они топорные и глупые. Однако, вместе с хэткрабами из лаборатории, кажется, вырвался вирус, который заставляет людей, как можно чаще говорить, собственно. Собственно... Собственно... Клоузит Ария Пролог. Такое кино, которое забывается через 3 минуты после просмотра, за что и получает соответствующую ачивку. От одного кишащего зомби города перейдем к другому, более известному. Кто такой Пипс, спросите вы? Известный в определенных кругах автор машинима фанфиков по вселенной Resident Evil. И... Все. Впрочем, не стоит благодарить меня за то, что я познакомил вас с новой персоной в машинима сообществе. Мне, правда, не составило это труда. Давайте я вам лучше немного расскажу про фильм. Почему немного? Потому что название «Записки» из Раккун-Сити очень точно отражает главную проблему этого фильма. 95% этого фильма мы слышим только голос главного героя, который как Ак-Ин комментирует все, что происходит на экране. И под словом «все» я имею в виду абсолютно все. Монотонное зачитывание текста с бумажки, заменяющая здесь озвучку, убивает все драматичные и эмоциональные моменты фильма на корню. Более того, текст зачитывается так, как будто после каждого слова здесь стоит запятая, а то и две. Паузы делаются в самых ненужных местах, и никогда не поймешь, на чем именно герой хочет сакцентировать ваше внимание. Ах да, самый ужас заключается в том, что все это идет час с лишним. Другими словами, записки напоминают не фильм, а скорее слайд-шоу, который вам показывают друзья, приехав из отпуска. И да, тут так же, как и в закрытой зоне, есть своя фраза «паразит». Словосочетание «столько много» просто режет слух, ведь всегда говорят «так много». Впрочем, я не могу сказать, что фильм плохой. Автор очень грамотно вплел в оригинальную и всеми любимую вселенную несколько новых персонажей и даже локаций. Но все усилия разбиваются о финал, в котором главный герой представляет персонажей следующего фильма, а сам умирает. Это все равно, если бы в начале Resident Evil 5 нам бы дали целый час геймплея вот за этого парня, а потом... У нас вообще-то игра про Криса и Шеву. Ну и сам стиль съемки. Как бы автор ни кропел над монтажом, ему не удалось сгладить разницу между мувисом и CGI заставками из игры. Как итог могу сказать, что фильм получился неплохим, но очень уж неоднозначным и благодаря бубляжу невероятно нудным. Вот такое кино. После столько много неудачных, собственно, попыток найти хороший фильм на ТМЦ, я решил глянуть какой-нибудь трэш с Movies 3DN, чтобы поднять себе настроение. И каково же было мое удивление, когда на этом сайте я нашел вполне себе нормальный фильм ужасов. Туман от Хормакса — это то, чем должен был быть Слендермен, если бы автор прописал мотивацию героям. Самое смешное, что описать этот фильм можно одним словом — стандартный. Стандартно в этом фильме все. И сам сюжет, и сюжетные повороты, и декорации из Movies Stunts and Defects, и музыка, и персонажи. Ну, кроме вот этого вот. In America, you disappear in fog. In Soviet Russia, fog disappear in you. Однако при всем при этом, фильм просто интересно смотреть. Во многом как раз таки из-за того, что все стандартно, а значит автор на еде не накосячил. Кроме, пожалуй, невыносимо тихой озвучки. Но говорят здесь немного, так что можно и потерпеть. С другой стороны, все настолько стандартно и обыденно, что ощущение того, что ты видел это много-много раз, не покидает тебя ни на секунду. Поэтому туман может в равной степени восприниматься и как хороший, и как плохой фильм. Однако лично мне его было интереснее смотреть, чем Closetaria Prologue или Notice from Raccoon City. Так что, господа ТМЦшники, вас уделал новичок с Movies 3DN. Ну а на сегодня все. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Карматал и передача Такое Кино. До новых встреч. И снимайте только хорошую машиниму.